Бюджет предстоящего года формировался в непростых условиях. Это и общее состояние экономики, и снижение доходов из некоторых источников, и увеличение расходных обязательств. В абсолютных цифрах бюджет городского поселения Щелково выглядит так. Доходы 940,5 миллионов рублей, расходы почти миллиард 15 миллионов. Соответственно, бюджетный дефицит 74,5 миллиона рублей, который планируется полностью покрыть за счет остатков средств бюджета на этот год. Основными задачами администрации района в области бюджетной политики в 2016 году должны явиться обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета городского поселения за счет увеличения поступлений в бюджет, реализация принципов бюджетного планирования ориентированных на результат и оптимизация расходов. После доклада у депутатов возникло несколько вопросов. В частности, почему доходы от задачи в аренду муниципальных земельных участков в будущем году меньше, чем в нынешнем. Ответ оказался прост. Земля застраивается, в том числе, новыми жилыми микрорайонами, и земли становится меньше. В итоге бюджет приняли практически единогласно. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы принять бюджет? Против. Воздержался. Принят единогласно, спасибо. Не, не, я бы даже держался. А, раздержался. Раз, два, извините. Документ по-прежнему будет иметь социальную направленность. Более того, доля расходов на бюджетную сферу возрастет. Это связано с передачей городскому поселению Щелково объектов культуры и спорта. Основное это, конечно, благоустройство, основное это культура, основное это спорт, основное это ЖКХ. В общем-то, эти столпы, которые, они неизменны из бюджета в бюджет. Я надеюсь, что жители оценят благоустройство и в следующем году. То, что было сделано в этом году, это немало. В следующем году это будет увеличиваться. Кроме того, на заседании депутаты выразили озабоченность ситуации в ЖКХ, в том числе некорректными цифрами в платежках за коммунальные услуги и работой единого информационного расчетно-кассового центра. Мне хочется немножко успокоить жителей, что никакая реформа не проходит без издержек. Поэтому очень хотелось бы пережить. Давайте вместе переживем этот процесс сложный, напряженный, социально-взрывоопасный. Перед Новым годом войдем в Новый год. Я думаю, что все успокоится в ближайшее время. Думаю, до конца первого квартала все должно стать на свои места. Депутаты также утвердили изменения и дополнения в устав городского поселения и передали администрации Щелковского района часть полномочий города по определению поставщиков и подрядчиков для бюджетных учреждений. Сергей Дадыко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».